Ибрагим Челеккол – турецкий актер, начавший свою карьеру в 2007 году, если не считать белого шоу 1996 года, где он играл сам себя. Родился 14 февраля 1982 года, знак Зодиака Водолей, в маленьком городке Измит в семье морского офицера и домохозяйки, иммигрантки из Салоников. Ибрагим не единственный в семье ребенок, у него есть сестра. После того, как отец будущей звезды ушел на пенсию, он активно занялся развитием семейного бизнеса, но в 50 лет сердечный приступ оборвал его жизнь. Это стало большой трагедией для Ибрагима, которому на тот момент едва исполнилось 18. Заботу о нем взяли на себя мама и бабушка. Как вспоминают друзья актера, еще с детства он был обаятельным скромным и дружелюбным человеком. Высокий рост и крепкое телосложение позволили ему добиться значительных успехов в баскетболе. К 15 годам ему даже поступило предложение попробовать себя в профессиональном спорте. Он вошел в состав юношеской сборной и провел несколько игр. Вполне возможно, его спортивная карьера в будущем могла бы стремительно развиваться. Но после смерти отца в жизни Ибрагима произошли крутые перемены. Осознав, что самый родной человек никогда не сможет посещать игры с его участием и поддерживать сына, он решил уйти из спорта. Трагическая кончина отца заставила Ибрагима принять еще одно важное решение. Он оставил родной город и переехал жить в город своей мечты, где поступил в экономический колледж. Там в течение нескольких лет он изучал эконометрику, пока однажды прямо на улице его не встретила женщина, модельный агент. Она обратила внимание на необычную внешность молодого человека и предложила поработать у нее. Несмотря на то, что поначалу Ибрагим не придал особого значения встречи и довольно скоро забыл о ней, спустя месяц он вновь обнаружил ее визитку в кармане куртки. И прошел отбор на дефиле Вакко. Так в 19 лет он впервые попробовал себя в модельном бизнесе. Карьера Ибрагима началась с модных показов и выступлений на крупных подиумах не только в Турции. Впоследствии он уехал в Италию. В итоге Ибрагим посвятил модельному бизнесу не менее восьми лет. Однако, понимая, что карьера в мире моды не может длиться долго, он вернулся в Стамбул. Там открыл собственный магазин одежды и какое-то время посвятил развитию этого бизнеса. Карьера Ибрагима в мире киноискусства начала развиваться неожиданно и быстро. Точкой отсчета можно считать 2007 год, когда произошла его встреча с Османом Синавом. Так же, как и в модельный бизнес, в кинематограф он попал совершенно случайно и поначалу не мог даже представить, что его ожидает в этой области. По итогам кастинга молодой человек был утвержден на роль в фильме «Операция вишня». Именно в этой картине он сыграл своего первого героя – капитана Шамиля Батураи. И далеко не последнее значение имела эффектная внешность Ибрагима – высокий рост, спортивное телосложение и присущее ему обаяние. Нельзя сказать, что первая работа Ибрагима в мире кино была радушно встречена как зрителями, так и критиками. Немалое количество негативных отзывов в какой-то момент даже заставили его подумать о завершении актерской карьеры. Тем не менее, спустя короткое время он получил новое предложение. На этот раз за съемки нового фильма взялся Фатих Аксой. Картина носила название «Завоевание 1453». Челеккол согласился пройти отбор на роль Хасана Улыбатлы, прокомментировав свое решение тем, что, несмотря на желание бросить сниматься, ему хочется водрузить в самом сердце Стамбула национальный флаг. За первыми ролями начинающего актера последовали и такие работы, как «Острый нож» и «Карадоглар». Но опыта работы в сериалах было явно недостаточно. Для совершенствования актерского мастерства Ибрагим начал работать с Гюль-Огус. С ее помощью ему удалось развить навыки и выйти на качественно иной уровень в своей новой профессии. И уже в 2011 году роль в сериале «Иффет» оборачивается для него долгожданным признанием и популярностью. Кстати, именно во время съемок этого сериала актеру удалось устроить не только профессиональную, но и личную жизнь. Он и его партнерша Денис Чакыр полюбили друг друга. Отношения продлились около трех лет, после чего их пути разошлись. В 2013 год отметился для Ибрагима еще одной яркой ролью в сериале под названием «Милосердие». В съемочном процессе были также задействованы Бурчин Терзиоглу, Азгюн Амаль, а в качестве режиссера выступила Гюль-Огус. Росту его популярности помог и сериал «Только ты». Одной из последних удачных работ стал турецкий сериал «Черно-белая любовь» с Ибрагимом Челеколом в главной роли. Первоначально ожидалось, что этот проект не протянет и шести серий. Однако актерское мастерство было настолько высоким, что многие телезрители решили будто между Бирджи Акалай и Челеколом роман. Следующий сериал 2018 года назывался «Великолепный дуэт». Сюжетная линия позаимствована у фильма «Танго и кэш». Два амбициозных полицейских абсолютно разные как по методу работы, так и по жизненным принципам. Однако их объединяет ненависть к врагу и чувство долга. Второго полицейского играет Керем Бурсин. В конце 2019 года Челекол в паре с Деметас Демир снимается в драме «Дом, в котором ты родился, твоя судьба». Он играет роль Мехди, которого любит весь район и который женится только потому, что так хочет его мать. О личной жизни Ибрагима Челекола известно не так уж и мало. Его рост около 187 сантиметров, а вес не менее 75 килограммов. Сам актер описывает себя как ревнивого, эмоционального, но в то же время чувствительного человека. Главной отрицательной чертой характера он считает лицемерие и не переносит людей, которым оно свойственно. В начале 2022 года ему исполнится 40 лет. Актер любит отдых на природе. При первом удобном случае выезжает из шумного города в свой загородный дом. Оставив профессиональный спорт, Ибрагим сохранил верность здоровому образу жизни. Для поддержания формы он старается совершать ежедневные пробежки и проводит немало часов в тренажерном зале. Также он находит время для сноуборда, баскетбола, плавания, некоторых горных видов спорта. Известно также, что он неравнодушен к прыжкам с парашютом. Ибрагим унаследовал от отца еще одно важное качество – любовь к кулинарии. Стоит отметить, что готовить получается у нее неплохо. Актер также известен любовью к собакам. Его любимая порода – сивасский кангал. Известно, что в его доме проживает целых 11 питомцев. Ибрагим очень любит проводить с ними свободное время, нередко совершает с собаками пробежки по лесу. Есть официальная страничка в соцсети Инстаграм, где на актера подписано не менее 700 тысяч человек. Также у Челекола ВКонтакте есть открытая группа. Нет только уверенности, что страница принадлежит самому актеру. Ему приписывают отношения с целым рядом ярких звезд турецкого кинематографа, но в большинстве своем они были непродолжительными. Однако в 2017 году стало известно, что актер женился на Мехран Мутлу. Его избранница далека от мира шоу-бизнеса и на сегодняшний день занимается архитектурой и дизайном. Их свадьба состоялась в античном Книдосе. Ибрагим и его жена выбрали костюмы в греческом стиле. Также они охотно делились фотографиями и видео с подписчиками в Инстаграме. Далее фильмы с участием Челекола. 2021 год – сериал «Полет птицы». 2020 год – сериал «Мой дом» – «Мехди». 2018 год – сериал «Великолепная двойка» – «Мерт Барджа». 2017 год – сериал «Черно-белая любовь» – «Ферхад Аслан». 2016 год – сериал «Седул Бахир» – «32 часа» – «Мехмед Чевус». 2016 год – сериал «Узел» – «Алини Джад». 2014 год – фильм «Реакция» – «Агус». 2014 год – фильм «Только ты» – «Али». 2013 год – сериал «Милосердие» – «Фырат». 2012 год – фильм «Завоевание 1453» – «Улубатлы Хасан». 2011 год – сериал «Иффет» – «Джимиль». 2010 год – фильм «Острый нож» – «Митхат». 2010 год – сериал «Карадаглар» – «Гюлали Карадаг». 2009 год – сериал «Мат» – «Синай Аталай». 2007 год – сериал «Операция Вишня» – «Шамиль Батурай».